доброе утро друзья наши коты офигевают посмотрите кто в сарае к сожалению камера не могу приблизить не там кроме кошечки походу еще есть один код дымчатый такой пушистый красивенький вот там не только кошечкой и не только ее детки а еще вот такой красивенький котик называется найди котика на видео есть такая игра найди кота на картинке вот я вам предлагаю сыграть в другую игру найдите котика на видео он он сидит лапки сложил манька его видит наблюдает дверь открыта мы дверь вчера прикрывали на ночь видимо они ее открыли может быть этот котик помог открыть вот в общем у нас поселились дворовые кошки теперь лёшик говорит у тебя эти будут жить в доме а эти будут жить на улице вот он сидит сидит на меня смотрит во все глаза и по-моему он уже все решил и собирается здесь жить лёш ты такой видишь смотри какой красивый ну вчера тут тоже крутился ну вот мне кажется может быть это ее сыночек который раньше был ею рожден и вот ходит за ней тоже ходит но не дергай мне камеру мой мой ко мне камеру дергает ну что надо идти кормить вчера я ему суп наливала хороший с курицей мы сами кушали с лёшей и корм сухой и мой туда насыпала роял конин и водичку меняю и молочко кислое с кисло тоже они с удовольствием едят короче они себе домик нашли я так поняла лёша все ты посмотри как хозяин лежит ты посмотри лапы сложил ну вот ты посмотри на него он же меня видит и он всем видом показывает что типа я это мой дом я здесь живу я я я ничего не знаю я же я говорил у тебя есть домашние кошки а теперь еще и уличные появились у нас кстати сегодня похолодало так хорошо вчера опять я целый день практически просидела в доме вечером вышла там до кучи подобного ты вчера с утра это я с утра заштукатурила пока солнце не было с этой стороны а потом вышло и все я я не могу переносить жару вообще не могу переносить мы как-то когда и искали дом в первую очередь рассматривали белореченского в общем краснодарский край какое счастье что бог отвел нас от этого выбора лёшик сказал как ты будешь переносить 30 35 градусов да 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 а сейчас он леночка и мне пишет она в новосибирске у них жара в новосибирске лёша 38 удивительного представляешь и тоже сидит и не может переносить эту жару и вот теперь решилось что надо кондиционер устанавливать ну новосибирска как бы можно бы обойтись да нет нет там жарко тоже бывает вот ты представляешь у нас помощничек тоже я вчера весь день укреплял сетку вот по одной стороне дома аленка выйдет посмотрит я на нее тоже так краем глаза смотрю она как рыба без воды ягод две минуты побоет я не могу я говорю иди отдыхай отдыхай все тут пока моя работа друзья у меня еще тыквы лежат сейчас лёшик продолжишь вставляете еще тыквы лежат надо посмотреть что там внутри может они снаружи такие красивые внутри там все сгнило вот так что вчера лёшик там трудился опять сделал на солнечной стороне до весь загоревший вчера уже шорты отдел горит я тут как на курорте это не я говорю это ты мне сказала смотри кузьма пришел хвостом трясет видит этого кота и офигевает но котик красивый он молоденький хороший котик это точно котик я вижу по мордашке вчера помнишь он еще вот тут сидел у нас на плитке да нет это не он не он нет на плитке сидел соседский сошельником это басик у них у насти басик и кузян кузян это белый а басик вот этот черный с белым он уже в годах этот котик мне настя говорила да 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 у него была грудка да это вообще другой вот этот вот это антрацитовый он вместе с этой кошечка у меня такое подозрение что это ее сыночек ну с другого выводка я я просто вчера вечером когда выходил чё ты там это а убери руку пусть вот эта рыжая кошка у нас же дверь закрыта была на кругами ходила а этот сидел на углу вот там сарае тоже но это вот и это ее выводок я так думаю потому что он ходит вместе с ней за мамочкой ходит видимо ну красивый котик пушистый такой красивый антрацитовый молоденький котик ну что надо идти выходить кормить кормить хозяйство так ну ладно пойду-ка я выйду посмотрю это там наверное уже все съели тарелки надо помыть это насыпать корму интересно убежит он моно красивенький такой иди кушать будешь иди кушать идея дам тебе кушать иди сюда все поели миска была вынесла вот этот корм наши коты почему-то не очень его любят надо миски миску взять помыть и супа им еще налить это выкинуть водичку вам хорошо отпили надо будет тоже сейчас долить иди кушай где ты там а вы то чего что видите какую лёшик сделал сетку покупал в дуке вот в такую вот и сделал ей ну короче вот такой каркас песок вот здесь вот стоит эта сетка 7 песок попадается куски глины вот такие вот видите и в общем мы просеиваем чтобы делать раствор для штукатурки вот вчера я здесь видите уже закидала эту металлическую арма сетку здесь еще свой нужен будет я здесь слой сделай еще теперь с другой пластиковой вот этой сеточкой вот здесь подровнять надо потому что здесь вот яма очень много он даже трещина пошла но я много накидала не надо было так накидывать мне нужно эту стену выровнять это самая проблемная стена чтобы потом можно было более-менее но комфортно крепить пеноплекс а здесь лёшик уже сегодня вернее на сегодня мне подготовил уже прикрепил вот эту металлическую арма сетку и вот моя задача это все сегодня за штукатурить вон он далеко не уходит вон он сидит иди кушать иди сюда иди кушать иди иди я тебе дам кушать иди кушать скорее иди на красивый котик его бы это помыть отмыть вон кошка пришла кушать он рыжая видите вот она наша мамочка вот эта мамочка наша кушай кушай вот она видите какая красавица вот эта наша мамочка кушает кушай кушай вот она а где детки твои спят иди сюда кушать иди кушать иди иди кушать иди куда ж вас девать теперь иди мой хороший иди кушать иди как тебя назвать дымарь дымарь он такой дымчатый иди сюда иди кушать иди иди скорее иди 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 сюда ну да гоняла я тебя гоняла но ты же чувствуешь мою добрую душу иди кушать иди q чешутся мне кажется иди сюда иди кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс�� пошел кошечка кушает кушай кушай а вы то чё орете вы то в первую очередь поели ну что и кузьма там а кузьма одни глаза светятся и вы не видать кушай кушай вот она надо будет досыпать им корма вот такая наша мамочка вот в поймать ее и придется стерилизовать вы мне там пишите вам придется стерилизовать всех чеплыгинских котов и кошек я бы с удовольствием друзья но вы же понимаете что это же не бесплатно а так бы я бы всех от стерилизовала но вы вы не могу руська там в окошке кузьма кушай 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 вот она стала выходить она вообще боялась кушай кушай моя девочка кушай и этот ящик поставила я ей они в нем не сидят но она боится короче они там где-то подальше рыжуля рыжулька кушай кушай трескает уже поближе меня подпускает все наелась наелась кисичка да не бойся не бойся я тебя не обижу я аж кормлю тебя ничего привыкнет надо ее обсмотреть мне кажется что там на мордочке или так кажется мне посмотреть что в ушах где-то кукушка кукует слышно вам с утра такая тишина но у нас вообще тихо так надо забрать этот мешок с роялка не нам еще досыпать она почти все съела сейчас этот придет код кушать нечего ну иди иди сюда иди иди сюда пошла папа по делам пошла пошла сейчас ей насыплю еще досыплю водичку надо поменять хозяйство прибавляется друзья каждый день ой ну как же хорошо ветерочек прохладный клубничка уже пошла друзья вчера мы уже горшечку видите вот она уже спеет тут такие заросли даже не знаю как она будет там спеть в таких зарослях но уже пошла уже вот первые первые вчера с лёшиком кушали морковочка кстати поднялась но я ее поливаю марина если смотришь меня ты говорила морковку не поливать не могу я я все равно ее поливаю чтобы она крупнее было ее конечно лучше прорвать вот надо там вот вижу кусты надо попрорывать полить надо и прорвать вот вчера наконец-то я добила картошку где-то большие кусты где-то только по вылезала а есть места вообще не вылезла в общем в этом году плохая картошка хоть и жуков нет и картошки тут вот видите она уже вот с бутончиками вот уже будет цвести скоро здесь тоже скоро за цветет ох даже холодно я выскочила в банном халате в теплом и даже прохладненько и лук что-то в этом году очень много стрел очень много я их вот обрываю они все равно растут не знаю в том году было меньше стрел и я сажала раньше его еще говорят нельзя сажать до холода ну а как в зиму лук сажают я правда не сажала под зиму напишите как лук бывает или есть в стрелы идет ну ладно что бог даст как говорится тому и будем рады пойду одеваться переодеваться алёша будут замешивать раствор и буду дальше штукатурить друзья решила поделиться с вами ну не секретом но рецептом наши штукатурки вот это штукатурка как слой вернее штукатурки которую я делала вчера это не готовая штукатурка это мы сами смешивали ингредиенты и получилось достаточно крепкая она очень крепкая сейчас лёшик готовит этот рецепт и мы вам покажем как это все делается значит здесь у него три ведра песка там он насыпает ведро цемента до ведро цемента еще у нас есть микрофибра счастья вам ее покажу пол ведра наверное но может быть третью часть армированный плиточный клей туда же вот такой четвертая часть лёшка меня поправляет четвертая часть ведра это армированный плиточный клей вот покупали в доке еще вот такая очень классная штука вот вы видите это стекловолокна или называется вибро ой микрофибра специально стеклофибра вот воды 6-8 литров но мы смотрим по консистенции обожаю телу 6 а потом сначала 6 потом перемешиваем бетономешалки и добавляем до нужной консистенции раствора сейчас лёшик буквально пучечку как у нас говорят вот этих волокон добавляет воду чтобы они потом равномерно распределились по раствору хотя я не уверена что это ну в общем готовим сегодня у нас готовка раствора и еще я вам не сказала вот такой пластификатор для прочности это жидкость наносишь его очень хорошо ну да штукатурка получается просто вот и не хоть на хлеб маша очень пластичная эластичная в общем вот этого пластификатора где-то миллилитров 50 совсем чуть-чуть нужно для крепости вот здесь написано прочная стяжка легкое нанесение штукатурки литой без бетон без вибрирования ну в общем хорошая штука и намного хватит здесь 5 литров в общем по моему все я рассказала давайте еще раз 3 песка 3 ведра 50 миллилитров пластификатора 68 метров воды в нем разбавили стеклофибру здесь ведро цемента и вот наверно может быть даже пятая часть ветра четвертая часть клей плиточного клея сейчас все смешаем ветерок холодный хорошо вот и посмотрите какое корыто я здесь нашла это раритет как же она нам помогает но мы перетаскиваем готовый раствор но и из бетонной мешалки это тоже выкидывается вот сюда в это корыто в общем она нам очень очень пригодилась вот а что касаемо пропорции для смеси есть разные пропорции для разных целей один семи один к пяти один четырем один к трем это имеется ввиду одна часть цемента и количество песка ну вот я использую смесь как ее называют смесь для себя крепость у нее получается где-то м 200 вот в этом случае на более усиленно более прочная самая задавая конечно это м 150 ведро цемента и 4 песка нам нужно усилить и вы видели какой здесь кирпич его просто максимально нужно усилить но я же говорю стоматологический кабинет напоминает и качество пломбы тоже играет роль ну что запускаем да она очень шумит это бетономешалка кстати был комментарий помажьте вот эти вот зубья маслом второй комментарий пришел лена ни в коем случае не мажьте потому что на масло цепляется потом песок ну пыль и это потом является абразивом для вот этого венца для вот этой шестеренки которая вращает этот венец и это ну в общем вредит бетономешалки эти зубья они потом стираются за счет вот этого налипшего песка как абразива так что вот друзья прислушиваясь к вашим комментариям короче мы помазали маслом а потом вы прислали мне мажьте ни в коем случае не делайте это но дело уже сделано а теперь если будем наблюдать здесь на липание песка придется все это дело чистите и мыть я я я к чему подожди можно сейчас я к чему все это говорю понимаете вот сколько много советов и есть полезные советы а есть не очень я ни в коем случае вас там не ругаю что вы дали такой совет может быть вы тоже об этом не знали но вот нужно как-то наверное немножко фильтровать советы да и думать так что будем мыть ну давай поехали лэп не включил понятно сейчас включит сеть и будем делать а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас чуть-чуть почистим ее и нужно обязательно сполоснуть... Вот такая красота! Руками, друзья, это нереально... А если еще с щебенкой бетон делать, это вообще нереально... Она очень тяжелая и перемешать все это до нужной консистенции просто нереально... Ну все, сейчас сполоснем бетономешалку... А может не будем полоскать, мы же еще второе корыто сейчас... Ну воду-то надо туда залить, чтобы вот это не шло... Ну воду зальем, но окончательно я ее мыть не буду... Ну ее-то однозначно нет... Мы каждый раз ее мыем, чтобы было все чистенько, аккуратно... И чтобы она долго нам служила... Да, она нам по всей видимости надолго нужна... Да... Вот сейчас я буду штукатурить... Ну что, процесс пошел? Да, процесс пошел... Куда твою перполенту деть? Вот, пока брось ее под абрикосу... Так, пока я не ушел, смотри, достаточная консистенция... Нормально... Если что, я подмешаю... Жидковато, конечно, немножко... Давай немножко... Или она сейчас схватится... Не, нормально, Леш, нормально... Первый слой нормально... Второй слой, может быть, сделаем немножко... Тaya, традедрод ou낙но... Т collaboratingàng... Тригseason кулкозик... Тригодию... Тригод зировать нультиPalат cultures.. Ту... Но я так и неweisen... Тригодия на трактор remедемся... То есть... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Д ногу Дoltане ДимаTorzok 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 Даг11 Димаrab ДимаTorzok Дима Танしょう домашнего которым я мечтал пошло солнышко схватило как я прямо попробовал сразу не вспомнил ничего нормально сетка легла я теперь спокойно на линии которую ты за у меня вон выведен уровень ну а я хоть почет совершил вот теперь представь мы с тобой засыпали песком сейчас ниже вот там видишь наплыв ну вот прям на них да вот 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 то есть нашего замеса хватило как масло ясно это пластификатор дает когда отмостка будем делать тоже будем добавлять вот это все и оно будет разглаживаться хорошо верхний слой как я тоже приехал ты заканчиваешь еще разводить пришел поел посмотрел на меня пошел хозяйничать он маруся тоже офигевает марусь ну ты самая настырная самая настойчивая была маруська до прихода в дом вот сюда прыгала на окно вот сюда вот здесь у нас столик стоял внизу и она на столик и на окно и каждый вечер она приходила сидела там мяукала и просилась в дом и это было с января месяца до сентября в июне вернее как она в июне родила пришла опять к нам рожать у этого кота я вот смотрю лечить надо у него хвост в болячках ой 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 он пришел опять кушать его надо лечить его надо поймать и заниматься лечением там что то с хвостом так вот вот так маруся приходила каждый день в окно сидела там ее не пускали кормила я ее но не пускала потом в апреле у нее начались гульки она естественно забеременела пришла рожать в июне к нам и можно сказать вот какое-то время она еще жила у соседей я относила этих котят им а потом почему-то она всех котят перенесла к нам и и вот уже где-то наверное с июля котята жили по август у нас в терраске вместе с маруськой в августе двоих я пристроила но и маруська со шпулька оказались у нас в доме это я вам историю вот этой вот кошечки он после пришла тоже смотреть что там происходит полез туда неужели во внутрь полезет там же котята но это точно вот этот код это сынок ее но этой кошечки рыжий подросший потому что он ходит за ней как за мамочка у ножа шпуля тоже за марусьей ходит вот обычно коты кошки когда у них рождаются котята они не подпускают чужих котов к своему потомству а этот видите заходит спокойно потому что это у него там беда с хвостом видите чё делает метит метит сарай вот я сейчас вижу просто метит что это его дом его надо отлавливать и лечить хвост